Call of Duty Black Ops, Mafia 2, Dead Rising 2, StarCraft 2, Halo Reach, Metal Gear Solid Rising, а также Почему Сэм такой серьезный и где найти самые новые игры? Это и многое другое прямо сейчас в виртуалите Привет! Сразу хочу обрадовать всех любителей ролевых игр Недавно было объявлено, что Fable 3, один из главных эксклюзивов для приставки Xbox 360 этого года, все-таки появится на PC Подробности в сюжете Компания Microsoft призналась, что ролевая игра Fable 3, ранее эксклюзивная для Xbox 360, также обзаведется и компьютерной версией Геймеры смогут поучаствовать в сказочном путешествии по государству Альбион, свергнуть жестокого короля и занять его место И станут либо добрым правителем, либо таким же жестоким, как бывший король, а может даже еще и более беспощадным Также можно отправиться и в другие страны, а вдруг им тоже нужен новый король? Кстати, играть мы будем за сына или дочь героя предыдущей игры Fable 2 Напомним, что Fable 2, вышедшая в 2008 году на Xbox, так и не появилась на персоналках Возможно, за анонсом третьей части для PC последует новость о портировании и второй части А вот что говорит о разработке Fable 3 ее создатель Питер Мелине В Fable 3 я собираюсь перевернуть ваше представление о ролевых играх Ну а по поводу того, что мы делаем и компьютерную версию, так я лично этому только рад Похоже, жестокое время, когда такие игры делались эксклюзивно для консолей, заканчивается Но верное и обратное утверждение – компьютерные эксклюзивы портируют на приставке И то же с некоторым опозданием Например, консольщики получат Sims 3 лишь осенью В то время как компьютерщики уже наслаждаются вторым дополнением под названием Ambitions В начале июня, пока еще эксклюзивно для персоналах, появилось дополнение Ambitions К самому главному прошлогоднему PC эксклюзиву – Sims 3 Русская версия называется «Карьера» Это как нельзя точно отражает суть происходящего Наконец, вы сможете найти своему персонажу занятие по душе И сделать его, например, умелым пожарным, талантливым стилистом, проницательным детективом или известным скульптором А если вы тяготеете к экзотике, то попробуйте себя в работе дрессировщика-робота Путешественника во времени, мастером художественной татуировки А может быть, чем черт не шутит, успешным офисным работником А главное, помните, что работа должна приносить не только деньги и хронические заболевания Но и радость и удовольствие хотя бы в виртуальном мире игры Sims 3 Несмотря на то, что человечки из Sims 3 получат много интересных профессий Никто из них не станет самым почитаемым персонажем видеоигр Потому что им уже назвали главного героя серии Half-Life Молчаливого ученого с монтировкой Гордона Фримена На втором месте оказался усатый водопроводчик Марио А вот герои следующей игры вообще в этот список не попали Потому что это симулятор гонок на крутых спортивных байках Чувствуете запах палёной резины? Это с рёвым и свистом на консоли PC Выкатился симулятор мото-гонок Superbike World Championship 10 Вас ждут мощные спортивные байки, один другого краши И такие же мощные красавцы-гонщики Все как один, между прочим, позаимствованы из реально существующего мирового чемпионата Трассы в Австралии, Южной Африке, США и даже в Катаре Готовы принять самых быстрых пилотов А какие у них мотоциклы? Роунда, Сузуки, Ямаха! А как поют их моторы? Но помните, мир мото-гонок это не только головокружительные скорости, подиум и полугулые красотки Это ещё и завистливые взгляды тех, кого вы обогнали Ох, эти недоброжелатели, они сильно попортят вам карьеру Вытолкнув вас с трассы на крутом повороте Поэтому пихайтесь первым и всё у вас будет тип-топ Ну а если вы любитель более экстремального оттяга Вам наверняка понравится наша следующая игра Она, правда, выйдет лишь в конце августа Но зато там будут мотоциклы, крутые герои и куча всякого оружия А главное, много-много голодных зомби Ведь это продолжение зомби-экшена Dead Rising Которая теперь появится и на персоналках 31 августа на консолях и PC появятся самые настоящие виртуальные зомби Именно в этот день выйдет экшен Dead Rising 2 В котором главный герой, Чак Грин, чемпион по мотокроссу В одиночку разделывается с десятками, да нет, что там, сотнями и даже тысячами оживших мертвецов Действия игры происходят через пять лет после событий первой части Но за это время зомби изменились не сильно А вот процесс их уничтожения заметно преобразился Теперь их можно бить не только молотками и битами Но и кромсать двумя бензофилами, приделанными к байдарочному веслу Давить инвалидной коляской или даже бодать собственными рогами Попутно Чаку надо спасать маленьких девочек, красивых девушек и немощных старцев Спасти всех, конечно, не удастся Поэтому выбирайте тех, кто вам больше дорог Ох-ох-ох, бедные-бедные старцы, кому они нужны? Проведенный недавно соцопрос среди геймеров выявил странную вещь Оказывается, шутер Crysis 2 ждут вдвое больше игроков, чем продолжение знаменитой игровой серии Call of Duty А странно это вот почему Предыдущую часть Call of Duty купили около 20 миллионов геймеров А продажи Crysis намного меньше Ну а сейчас мы расскажем про события, на котором можно будет увидеть вживую Как эти, так и многие другие ожидаемые проекты Ведь это крупнейшая игровая выставка Е3 На следующей неделе в Лос-Анджелесе начнется главная игровая выставка года Е3 Это ежегодное событие сопровождается самыми громкими анонсами и самыми неожиданными презентациями Миллионы людей мечтают увидеть ее собственными глазами, но удается не всем В этом году ожидается очень много громких проектов Геймеры, например, увидят новую часть боевика Call of Duty Black Ops Продолжение космического ужастика Dead Space Новую игру из серии Medal of Honor Ну а фанаты вселенной Halo наконец узнают, что это за зверь такой Halo Reach Плейстейшеновцы поделятся на гонки Gran Turismo 5 и третью часть шутера Killzone А все поклонники вселенной Metal Gear получат наконец ответ, о чем будет игра Metal Gear Solid Rising И это лишь малая часть того, что будет на выставке Не говоря уже о почти готовых StarCraft 2, Mafia 2 и Canaan Lynch 2 Ну а если вы не ярый геймер, то можно просто пошататься по выставке, поглазеть на людей, переодетых героев различных видеоигр И пофоткаться симпатичными стендистками В общем, E3 это настоящее большое шоу А более подробную информацию вы увидите в наших следующих выпусках А теперь немного странностей Гордитесь новым HD телевизором или большим ЖК-монитором? А ведь это уже технологии прошлого века Да-да, скоро все заполонят вот такие гибкие дисплеи Которые можно будет свернуть в трубочку или обернуть вокруг запястья, как модный браслет Но это еще не предел Вот, полюбуйтесь на прозрачный дисплей этого ноутбука А теперь представьте, что из таких прозрачных дисплеев сделали очки Которые будут показывать дополненную реальность И можно будет запросто играть в ваши любимые сетевые стрелялки прямо на улицах города Расстреливая виртуальных противников Вот только тут нужно быть аккуратнее Увидите вы в таких очках какого-нибудь бандита И давай в него из виртуального пистолета стрелять А бандит окажется настоящим Так что будьте внимательны Далее в виртуалити Кто виноват в разгуле организованной преступности И что за бойло в американских салунах С вами снова в виртуалити В этой части программы мы берем бейсбольные биты, горячие утюги, молотки И едем в гости к игровым разработчикам Чтобы узнать все об их играх Но сегодня, честно говоря, мы побоялись это делать Ведь речь пойдет о компании Rockstar Выпустивший серию игр о самом жестоком автоугонщике современности GTA Кто знает, какие люди придумали эту историю Поэтому мы решили не рисковать и навестить российских издателей вестерна Red Dead Redemption Дикий-дикий зам Гудящий паровоз пугает степных кайотов Телеграфные столбы вызывают недоумение у бизонов А лихие ковбой прямо средь бела дня грабят дилижанс И не обращают на вас никакого внимания Проучить этих мерзавцев работа для настоящего мужчины Который любит вестерны Такие, например, как игра Red Dead Redemption Новую игру от создателей знаменитой серии GTA Разрабатывали целых 6 лет На ее создание ушло 100 миллионов долларов И вот сейчас любой геймер с приставкой Xbox 360 или PlayStation 3 Может лично убедиться, на что были потрачены время и деньги Но между тем, Red Dead Redemption — это уже вторая часть в серии вестернов от Rockstar Правда, предыдущая игра Red Dead Revolver сильно отличалась от продолжения Первая часть игры была с большим уклоном в экшен То Red Dead Redemption — это скорее действительно GTA Сделанная в сейтинге Дикого Запада В каком-то смысле Red Dead Redemption можно назвать приквелом к серии GTA Потому что серия GTA рассказывает о современной преступности А Red Dead Redemption рассказывает о начале 20 века Когда потомки поселенцев, вместо того, чтобы работать, возделывать землю и создавать демократию Просто брали в руки оружие, грабили поезда, дилижансы И, в общем-то, можно сказать, послужили прообразом для современных бандитов Да, серия GTA, особенно четвертая ее часть, оказала сильное влияние на Red Dead Redemption Даже главный герой Джек Марстон, пребывающий на корабле в Тихий американский городок Вызывает устойчивые ассоциации с точно таким же приездом на теплоходе в Liberty City Сербского эмигранта Ника Белича в GTA IV Правда, родиной Джека вряд ли была Восточная Европа Наш герой, наверное, все-таки имеет какие-то эмигрантские корни Как и у героя GTA IV, у Джека за плечами осталось немало всего такого О чем он предпочел бы никому не рассказывать Он человек с достаточно темным прошлым и весьма двусмысленной репутацией Тем не менее, он твердо стал на путь исправления Но, как оказалось, не все его бывшие дружки согласились со столь разительными переменами в жизни Джека Поэтому, едва прибыв, он умудрился схлопотать пулю от своих старинных подельников Которые неплохо здесь устроились и терроризируют местных жителей Загорелые бородатые мужчины в ковбойских шляпах и вот в этих вот широких штанах Они, в принципе, не собираются сдаваться, да, имея свой образ жизни И действительно, легкая нажива, она всегда людей толкает на всякие безобразные дела Ну, что тут скажешь? Настоящий Дикий Запад с одной лишь оговоркой Дикий Запад, на фоне которого разворачивается действие игры, он на самом деле не такой уж и дикий Дело в том, что действие игры происходит в начале 20 века, в 1910-1911 году Соответственно, в это время уже появилась масса различных технических изобретений Появились автомобили, телефоны, телеграфы, которые нашему герою предстоит использовать Это, вот скажем так, последние уже моменты, последние годы того самого Дикого Запада Который мы знаем и любим по вот вестернам и так далее Как и в любом вестерне, раненого Джека спасла симпатичная девушка Которая потом из-за него попала в беду Ну, а Джек, в свою очередь, Джек попал в огромный живой мир игры Red Dead Redemption В котором можно делать практически все, что угодно Можно заняться, например, отловом преступников И поохотиться на них, соответственно, получить неопределенную награду Которая выдается за голову того или иного бандита В общем, делу Джека будет не в проворот И красавицу спасти, и мирных жителей защитить, и шерифу помочь Но это если вы решили стать добрым и хорошим Но общество бандитов и грабителей вполне по силам переманить Джека на свою сторону И вот что-то он оттянется по полной программе Выпиваете пару стаканов виски Какого-нибудь дрено, естественно Потому что в маленьких американских гол не дают Вот, и можете поиграть с кем-нибудь в карты Можете с кем-то поссориться Начистить рыло Ну, типичный такой колбойский день Может опять начать грабить караваны Пардон, дирижанцы Отстреливать мирных жителей и так далее А те, кто городам предпочитает прерии Могут сразу выезжать в пустыню на своем жеребце И приступать к облогу диких животных Бизоны, мустанги, кабаны, медведи и даже зайцы Охотиться можно на всех Вы можете фактически превратить игру в симулятор охоты Это просто живой, насыщенный мир Где всегда можно встретить что-то неожиданное на пути Действительно, по дороге вам попадутся и бродяги, бегущие от диких животных И бандиты, грабящие очередную жертву И даже охотники, предлагающие вам помериться трофеями Если вы хотите сразиться с живым противником Добро пожаловать в многопользовательский режим Здесь можно объединяться в банду И устраивать настоящие сетевые побоища В духе вестернов прямо на улицах города По обе стороны улицы стоят деревянные дома И одна такая широкая улица С той стороны банда и с другой стороны банда И вот они медленно сходятся И это действительно уникальный опыт Почувствовать себя героем вестерна И при этом играть с своими товарищами В любом случае, любите ли вы одиночную игру или сетевые сражения Red Dead Redemption предложит вам нечто совершенно особенное Потому что не каждый день выходят игры про дикий запад Ну а уж тем более такие замечательные Ну и конечно, есть у игры и заочные фанаты Которые за два года скупили более 20 миллионов копий GTA 4 И всех дополнительно Однозначно все поклонники GTA 4 Обязательно должны посмотреть на Red Dead Redemption по роботе Верный конь, безотказный винчестер И дышащий в лицо раскаленный ветер прерий Ну что еще надо любителю вестернов? Секундочку, по-моему мы кое-что забыли И какой же вестерн без индейцев? Индейцы будут Ну вот теперь точно все Усаживайтесь поудобнее в седло Берите в руку проверенный винчестер Ну в смысле джойстик И вперед Навстречу приключениям в огромном мире игры Red Dead Redemption Окей Кстати, разработчики из Rockstar не отрицают тот факт Что к Red Dead Redemption могут появиться такие же дополнительные эпизоды Как это было с GTA 4 Так что будем ждать Ну а в следующий раз мы отправимся в путешествие по времени И я обещаю вам, это будет очень увлекательно Далее в Virtuality Почему Сэм такой серьезный И что делать с гусями при пожаре? Это Virtuality Мы вернулись и приглашаем вас в компанию трех геймеров Они получили от нас три игры В которые можно порубиться на вашем любимом компе А вот стоит ли это делать? Вы узнаете, послушав наших гостей Но для начала знакомьтесь Константин Подстрешный Легендарный игровой журналист Играет с 1988 года Любимая игра StarCraft В играх больше всего ценят Баги и Фраги Игорь Белкин Выпускающий редактор портала Lenta.ru Играет с 1996 года Любимая игра Unreal В играх больше всего ценят Смерть и разрушение Илья Мэдисон Редактор портала Root You Pro Играет с 1996 года Любимая игра Metron В играх больше всего ценят Трэш и угар Итак, первой в руки наших геймеров Угодила стрелялка Serious Sam HD The Second Encounter Слово геймерам В начале 2000-х годов На мониторы вышел А точнее выбежал Некто Serious Sam Serious Sam возвращает нас В те времена Когда здоровье Не восстанавливалось автоматически Когда надо было Жать на кнопку автосохранения После каждого угла И все время ждать Что сейчас у тебя за спиной Внезапно появится 30 тысяч монстров Что меня порадовало По сравнению с первым изданием В HD Это то, что у врагов Наконец-то стало больше Потому что, видимо Из-за графического движка Продвинутого В первой части Их было слишком мало Для мясного шутера Ну а теперь мясо Просто завались Вот уже было Переиздание Первый Encounter А теперь вышел Second Encounter Кто хочет Помнить дедушку Может донести ему 10 евро Цифровой магазинчик Прекомендовать игру Serious Sam Можно самым разным Категориям геймеров Как старым Бородатым дядькам В свитерах Которые Жутко хотят Вспомнить свою Школьную Или институтскую Молодость Так и малолетней Школоте Которой стоило бы Наконец узнать Какими были Настоящие шутеры В конце 90-х Начале 2000-х Неплохая игрушка Неплохая игрушка Второй игрой Попавшей под раздачу Стала бродилка Wake Что на это скажут Геймеры Игра Wake Мне предлагают провести параллели с Alan Wake Но я не буду Потому что Alan Wake Это игра офигенная А Wake Это какая-то Хуй Да в общем и целом Игры похожи Только в Alan Wake Там был писатель А здесь матросик Там был городок Американский А здесь тонущий пароход Ну и там и там Страшно И очень темно В общем-то Когда я увидел Какой-то Непонятный Супер Марио Хрен пойми что Я даже немного расстроился Я считаю Что здесь конечно Разработчики Не досмотрели В общем-то Им надо было Лицензировать Ди Каприо И тогда бы Это с чистой совестью Можно было бы Назвать Симулятором Титаника Отдельно стоит отметить Блестейшее техническое Исполнение игры Особенно круто У авторов игры Удалась темнота Не видно там Практически нихера Очень-очень Убедительно Сделана темнота Единственное Что меня порадовало Что матрос Все-таки не сразу Тонет Прикасаясь к воде Обычно в платформерах Вода это Такое смертоносное Оружие Которое уничтожало Вашего персонажа Советовать игру Wake я могу Всем любителям темноты Если вам нравится Когда в игре Нихера не видно Нихера непонятно Эта игра для вас Если вам нечем Заняться на тонущем корабле А бежать куда-либо Уже поздно Игра Wake Скоротает вам Последние часы А может быть И минуты жизни А еще эта игрушка Очень темная Если вы боитесь темноты То Либо одевайте памперс Либо Я не знаю Не играйте в нее Хотя я думаю Что вы все равно В нее играть не будете Потому что Я так и не понял Как ее можно приобрести Из меню В коробках Она не продается Поэтому мне даже И порекомендовать Ее некому Ну и напоследок Мы выбрали Шпионский боевик С ролевыми элементами Альфа-протокол Что думают По этому поводу Наши геймеры? Альфа-протокол Ворвалась в умы Российских геймеров Благодаря одному Простому трейлеру Где Фигурировала Известная Ставшая культовая Фраза В случае пожара Воруй Убивай И геймеры гусей Жди ответного гудка Поскольку игра Альфа-протокол Все-таки ролевая То экшен Выглядит не весьма условно Самое забавное Что враги Вас вообще не видят В упор Ходят Нагнувшись полураком И вы тоже Полураком К ним подходите И казалось бы Сейчас начнется Что-то интересное Но вместо этого Вы их колотите Каким-то непонятным Боевым стилем Типа макака В угаре Все это выглядит Достаточно нелепо И глупо А все потому Что игровая механика Не отработана На пути настоящего шпиона Берлинской стеной Вызовышаются препятствия В виде мини-игр Зломать замочек Зломать микросхемку Зломать напарницу В конце концов Это, знаете ли Не поле перегива Три минуты Смотреть на какие-то Бегущие цифры Мне в конце Уже начало Показаться Что там Надпись скоро Высветится Ты му** Сидишь занимаешься Херней Тут конечно Напрашивается Посоветовать Альфа протокол Всем Кто следит за этим Джеймсом Бондом бесконечным Но на самом деле Игра гораздо больше Понравится Любому кто прошел Mass Effect 2 Но ему мало Игру Альфа протокол Можно посоветовать Тем кто соскучился По играм Типа Mass Effect Или кому не нравится Антураж космический Тут все на земле Но честно говоря Игра не удалась Мы ожидали явно Большого Позоветовать Альфа протокола Могу всем тем Кто знает Что дело Случай По банке Играть в это Или нет Решайте сами А на следующей неделе Нашим геймерам Предстоит разобраться Еще с тремя играми Также мы отправимся В гости К разработчикам игры Singularity Мир стремительных гонок Удивительные путешествия Во времени Шпионы И тайные агенты А также Новые приключения Самого Буратилло Это Только начало Стэндбай Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok